Выездное заседание началось с заочного знакомства с городом. Виктория Милюсик презентовала гостям развернутый отчет о развитии Бобруйска за последний год. Форма подачи – самая доступная. Презентационный фильм. Далее – коротко, но по существу. Заместитель председателя рассказала, на чем должна. И базируется работа местных органов самоуправления. Основной вектор в любом случае любой ветви исполнительной власти, прежде всего, направлен на оказание определенного рода доверия со стороны населения непосредственно к органу исполнительной власти. Поэтому, цитируя или повторяя слова главы государства, я скажу, что мы должны быть развернуты лицом к человеку и полностью всю систему своей работы пересматривать через призму его интересов и взглядов. Как это работает на практике, гости убедились лично. Еще в экскурсионном автобусе они смогли оценить инфраструктуру города, количество культурных и спортивных площадок, торговых объектов, предприятий и промышленности, место отдыха. Детально остановились на образовательных учреждениях. Новый и современный Яслисад-82 дал понять, здесь к будущему страны особое отношение. Для детей все самое лучшее – от материально-технической базы до воспитательного процесса. Наш музей в нашем детячем саде от самого открытия детячего сада просует. Ее называется «Музей белорусской ляльки». Про ляльку мы выучаем здесь быт и народа нашего белорусского. Следующий этап развития школа – 34-я гордость республики. Умная или, как ее еще называют, электронная – это современный спортивный комплекс и новейшие образовательные технологии. Еще во время экскурсии гости признались – они приятно впечатлены подходом и назвали Бобруйск городом для жизни. В этом учебном заведении впервые. Масштабы просто впечатляют. Все ярко, красиво, очень нравится. Общее сочетание. То, что разделено на блоки – маленькие детки, взрослые детки. Впечатлений масса. Бобруйск не первый раз. Город знаем. Достаточно красивый, хороший, очень радует своим колоритам. Вроде бы старинный город Бобруйск, а столько современного, нового, новые технологии. Вот пока то, что мы увидели в системе образования, поражает действительно. Бобруйск идет в ногу со временем и поэтому это, конечно, очень радует. Вижу, что так как я занимаюсь жильем, я вижу, что строятся микрорайоны. Мы тоже распределяем. У нас тоже новая школа есть, новый сад. Поэтому интересно. А пока вот все интересно и довольна, что посетили. Многое из увиденного госслужащие, как это принято говорить, взяли на карандаш и планируют в перспективе реализовать у себя, чтобы сделать жизнь местных еще комфортнее.